МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время эта тема у всех на слуху, ее все обсуждают. Госдума приняла в первом чтении изменения в пенсионное законодательство и в первую очередь говорят о повышении пенсионного возраста. Сейчас принимаются общественные мнения, свои мнения высказывают политические движения, организации, трудовые коллективы выносят свои предложения. Как идет работа? Работа действительно очень тяжелая, очень резонансный законопроект, несло правительство, и что сделала сейчас наша фракция, и что сделала Государственная Дума, увеличило почти втрое срок рассмотрения данной инициативы. То есть мы приняли в первом чтении как за основу, и сейчас формируется пакет изменений. То есть фактически до 24 сентября отложено рассмотрение во втором чтении данного законопроекта. Наша задача сейчас как депутатов собрать предложения, передать их руководству фракции, потому что сейчас уже более того до принятия в первом чтении нами уже было получено очень много различных инициатив. Они касались, например, снижения предложенного возраста, вступления в пенсионный возраст, например, предложения по трудоустройству старшего поколения, по сохранению мест для молодого поколения, по поиску дополнительных источников, которые могли бы помочь здесь в пенсионных накоплениях, пенсионные резервы и прочее. Откуда можно было бы брать деньги на софинансирование выплаты пенсий. То есть это вывод серого, черной денежной массы, серой денежной массы, то есть кто как называет и прочее, прочее. То есть кроме того, там дополнительные были, большой круг вопросов был обозначен, в том числе и на приеме граждан, потому что мы встречались с людьми. И действительно большое беспокойство у людей вызывает это изменение. Поэтому наша задача сейчас не торопиться, быть в диалоге с правительством, для того чтобы услышали сами эмоции, в том числе, сами предложения людей, которые понимают, что... Ну, сейчас все понимают, что то, как раньше нельзя, а то, как предложено страшно, и болезненно. И поэтому мы все знаем, что еще если в 70-х годах на одного, на четырех, допустим, человек был один пенсионер, на четырех работающих один пенсионер, то сейчас ситуация кардинально поменялась, то есть фактически мы остаемся один к одному, и это уже непосильная ноша. Что это означает? Это не означает, что один работающий человек не сможет финансировать одного пенсионера. Это означает, что пенсия сокращается. То есть фактически уже были жалобы, когда мы вмешивались ранее, что человек говорил, что почему у меня пенсия по чуть-чуть, но она сокращается, потому что у меня наоборот, у меня стаж вырос, у меня другие показатели не поменялись, почему мне начисляют по-другому? Просто потому, что пенсионный фонд ограничен, просто потому, что у нас такая система пенсионная, в рамках которой фактически выплачивается все, что есть с колес, поэтому, конечно, нужно, наверное, возвращаться, пересматривать эти вещи, но это болезненно, поэтому это непопулярно, и очень сложно сегодня говорить с правительством, правительство говорит, что это правильно, это нужно. Как мы сможем подстраховать старшее поколение? Потому что, очевидно, и так в эпоху цифровизации наше старшее поколение оказывалось зачастую забор действующей системы, трудоотношений, скажем так. Поэтому, конечно, наша задача сделать все возможное, чтобы были гарантии у человека, что он не будет уволен или что он будет принят на работу, потому что я только вмешивалась в несколько случаев, это было и в Чуваше, это касалось и совершенно других людей, когда человека оставляли без работы, и он не успевал доработать до пенсии, и это была сложнейшая жизненная ситуация. А мы фактически можем оказаться вообще в массовой такой истории, ее нельзя допустить. Потом молодые люди сами задают вопрос, получается, на встречах они меня спрашивают, что мы не дождемся рабочих мест, новые рабочие места создаются ли? То есть сейчас об этом идет вопрос. Новые места рабочие создаются. Но проблема в том, что они все технологичные. И наша задача, то есть была задача поставлена президентом, чтобы это были высокотехнологичные рабочие места. Но теперь мы попадаем как раз и в заложники этой ситуации, когда фактически цифровизация, она съедает эти рабочие места. То есть наша задача сделать все очень грамотно. И мы, когда обсуждали этот вопрос с правительством, мы попросили пакет. То есть обязательно должен быть сопроводительный пакет страховочный, переходный и такой, наверное, регламентирующий сегодняшние отношения, который давал бы гарантий, гарантийный какой-то. И что мы предложили? То есть мы считаем, что в каждой отрасли, например, будь то образование, здравоохранение или проблемы северных территорий и прочее, то есть чтобы был определенный пакет предложений. То есть если мы соглашаемся, допустим, на то, что из этой ситуации нужно выходить так, как предлагает правительство, значит мы должны увидеть что-то встречное. И сейчас, собственно, правительство это формирует. А мы формируем свои предложения. Например, из Чувашии мне пришло очень много писем. И предложений, самое главное, что важно, не просто негодование или эмоции и прочее, это были еще и предложения, что можно сделать. Ну, такие достаточно хорошие, ну, в большей степени, наверное, по трудоустройству старшего поколения. Это, например, повышение квалификации или переквалификация с гарантией трудоустройства, то есть именно с местом трудоустройства. Потому что, ну, фактически, ну, сегодня люди думают, что они оставлены один на один с этой проблемой. Абсолютно нет. Естественно, нет. Мы сейчас параллельно приняли еще конвенцию Международной организации труда в первом чтении. И наша задача сейчас гарантировать 40% утраченного заработка в виде пенсии. То есть это минимум та гарантия, которая должна, собственно, быть уже востребована людьми. То есть если мы на это идем, то должна быть гарантия тогда вот именно такого размера пенсии. Ну и понятно, что действующие пенсионеры тоже должны увидеть уже эту надбавку. То есть мы ее должны, собственно, все должно быть ощутимо. Вы собираете предложения сейчас. Вы сказали, что в Чувашии достаточно активно включились в этот процесс. А кто? Молодые люди или вот все-таки старшее поколение больше предлагает? Нет, это старшее поколение. Это те, кто находились в предпенсионном возрасте, у кого пенсия откладывается на год, например, или на два. Конечно, у них уже были свои планы. И эти планы, выходит, меняются. Поэтому, конечно, они предлагают свои варианты. И молодежь, как правило, ничего об этом, отзывы не давала никакие. Но, тем не менее, вот то, что дается, уже нами направляется. У нас есть два куратора. Это куратор в Государственной Думе, это Андрей Константинович Исаев. Он очень известный в этой социальной сфере, как раз вот в вопросах пенсионного законодательства. И, кроме того, он в курсе, он давно следил, он из профсоюзов. То есть, он знает, что это такое. Поэтому, конечно, нам очень важно тоже опираться на те мнения, которые он соберет. Потом есть Валерий Владимирович Рязанский. Он является членом Совета Федерации. И он тоже, как человек, возглавляющий союз пенсионеров России, он тоже формирует определенный пакет предложений. У него есть мнение, как это должно выглядеть. Он встречается с людьми, он собирает эти мнения. Поэтому, конечно, вот они два аккумулятора идей. Поэтому есть и рабочая группа, где это все будет озвучиваться, приниматься. И главное, что, когда мы встречались, правительство готово на обсуждение. И для нас это важно. То есть, для нас это важно. Хорошо. А куда людям обращаться с предложениями? Допустим, у них есть какой-то сайт, телефон. Где оставлять вот эти вопросы? Смотрите, в первую очередь, конечно, для меня, как для депутата Чувашской республики, важно аккумулировать эти предложения. Поэтому мне приходят в основном предложения в социальные сети и на думскую почту. То есть, на мои официальные почты в том числе. Поэтому не важно. Главное, что меня можно найти и можно прислать, можно сформулировать, высказать и эмоцию, и нерв, и свое видение. Поэтому... То есть, вы всех принимаете, вы послушаете. Да, конечно, конечно. Поэтому важно просто сделать все вовремя. Хорошо. Еще один законопроект. Перейдем к педагогам. Тоже тема очень важная. Педагоги участвуют у нас в организации проведения ОГЭ. Вот какова судьба этого законопроекта? Это уже закон. Президент подписал его 3 июля. И, конечно, мы потратили очень много усилий для того, чтобы эту норму установить. Мы понимаем, что она начинает действовать с января 2019 года. Фактически речь идет не только об ОГЭ, а о любой форме государственной итоговой аттестации к организации проведения, к которой привлечены сами педагоги. Потому что это считается утраченным заработком по Трудовому кодексу. И для нас очень важно, чтобы учителя смогли востребовать действительно заработанные деньги. Деньги за потраченные часы. Работа эта неблагодарная, как известно. Очень стрессовая. И очень здорово, что еще на стадии обсуждения уже глава республики Чуваша Михаил Васильевич Игнатьев включился в этот вопрос и уже установил именно Чувашским законом, что на территории республики такая норма действует. Следом меня поддержал Сергей Семенович Собянин. Москва. Это было буквально несколько месяцев назад. Теперь к этому закону, собственно, он уже федеральный. К нему присоединяется вся страна. И объяснить было сложно правительству, что эта норма нужна, потому что это считается полномочия регионов. Но между тем, гос. итоговая аттестация – это и федеральные полномочия. То есть это федеральные экзамены, которые регулируются федерацией. Поэтому, конечно, мы посчитали, что должны быть некоторые установки, которые будут соблюдаться в регионах. Наша задача сейчас через партийный проект «Новая школа». Я курирую как раз в «Единой России» образование. И я попросила всех координаторов в регионах сейчас отследить, как будет соблюдаться данная норма. И наша задача сейчас – заложить во всех бюджетах регионов страны вот эту строчку. Наша задача, чтобы этот труд оплачивался, и он теперь будет оплачиваться. Самое главное. Потому что это просили учителя. И первое, где я об этом услышала, это как раз была Чувашская республика. То есть я делаю все возможное, чтобы те, с кем я встречаюсь, те предложения, которые звучат, чтобы они были не просто услышаны и переданы, а чтобы они были применены. И, собственно, теперь это закон, который нужно соблюдать. Ну, отлично. Вот как раз тот случай, когда то, что приходило вам на почту или в соцсетях, было услышано, и вот в работе мы увидели, что это… Абсолютно все. Главное – диалог и сотрудничество. Когда мы друг другу объясняем, тогда появляется и мотивация, и содержание. И это содержание можно продвигать дальше на уровень федерации. Спасибо большое за очень содержательную беседу. Приходите к нам еще, обсудим новые законопроекты и законы. Обязательно. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова